МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гатауллин Вахита Панагимович – мой двоюродный дедушка по папиной линии. О жизни и его участии в Великой Отечественной войне я узнала из рассказов папы. В начале 43-го года 17-летнего дедушка призвали в ряды Красной армии, в школу младших командиров. Отучившись, пять месяцев на стрелка-пулеметчика был отправлен на фронт в район Курска и Орла. Именно на Курскую дугу в самое пекло попал молодой пулеметчик. С июля по октябрь 43-го года дедушка участвовал в боевых действиях на Центральном фронте в составе танковой бригады. В это время развернулось крупнейшее танковое сражение под Прохоровкой. В нем принимал участие и мой дед. Борьба была на редкость ожесточенной. Танки атаковали друг друга, порой сцепившись не могли разойтись, бились насмерть. Но и подбитые танки, у которых работало вооружение, продолжали вести огонь. Дед вспоминал, что эти дни для них, молодых бойцов, были очень тяжелыми и жуткими. Но несмотря на трудности и большие потери, они выстояли. А затем двинулись на запад, освобождать светскую землю. Пришли Орловскую, Брянскую, Смоленскую области. Дошли до Белоруссии. В этом из боев мой дедушка был тяжело ранен в ногу. Почти полгода пролежал в госпитале. После выздоровления его снова направили на фронт. В 44-м году он принимал участие в Криворожской операции. В составе 3-го Украинского фронта освободил город Никополь. В апреле 44-го года дедушка принимал участие в наступлении 4-го Украинского фронта. Освобождал Крым. В ходе тяжелых кровопролитных боев советские войска освободили города Евпаторию, Сиферополь и Феодосию. Вышли на подступы к Севастополю. В боях за Севастополь дед вновь был ранен в правое плечо и попал в госпиталь. После второго ранения, пролежав госпиталь 4 месяца, в начале 45-го года был направлен в состав 3-го Украинского фронта. Участвовал в боях за столицу Австрии и Вену. Ведя упорные уличные бои, советские войска продвигались в центру города. В их рядах был и мой дед. В жестокой борьбе советские солдаты сокрушили элитные войска фашистов. Правда, победа была достигнута со мной немалых жертв. Здесь был в третий раз ранен мой дед. Победу в мае 45-го он встретил на больничной койке в военном госпитале. Демобилизовался он после выздоровления в сентябре 45-го. Вернулся в родную деревню Ермучи. Женился и вместе со своей супругой воспитал семерых детей и 17 внуков. Более 40 лет мой дед Вахидо Бонагимович проработал кузнецом в родной деревне Ермучи. До 60-летия Великой Победы не дожил 4 дня. 5 мая 2005 года дедушка скончался. Раны, полученные в годы войны, дали о себе знать. За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Гатауль Новехидо Бонагимович награжден орденом Отечественной войны второй степени и медалями. Я горжусь своим дедом. Он навсегда останется в моем сердце. Новосибирск 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 Здравствуйте! В эфире нашей новости в студии. Вячеслав Селезнев сегодня в выпуске. Накануне празднования Дня Победы в районном центре глава Березовского района в торжественной обстановке поздравил ветеранов на дому и вручил им памятные подарки. В эгреве появилась еще одна аллея славы. Ее организовали работники детского сада «Березка» при помощи своих воспитанников и их родителей. Девятого мая прошли финальные соревнования поселков и спартакиады среди коллективов и учреждений районного центра. Об этих и других новостях в нашем сегодняшнем выпуске. 8 мая Татьяну Гигину, Читу Семяшкиных и Башмаковых, свидетелей военных лет 20 века, глава Березовского района поздравил с Днем Победы в домашней обстановке. Подробности смотрите в сюжете Юлия Диасамидзе. День 8 мая для пары почтенного возраста Лидии и Кирилла Семяшкиных стал особенным. Песни военных лет, разливаясь по улице, ворвали своих дом совсем неожиданно. И каково было их удивление, когда глава Березовского района лично поздравил с Великим Днем Победы. Вручить вам, Кирилл Егорович, от губернатора нашего округа Комаровой Натальи Владимировны, благодарственное письмо Лидии Кирилловны, вам также вручить подарки и огромное вам благодарность. Спасибо. Песни военных лет, торжественное поздравление, подарки, но как тут не разволноваться. Я, конечно, поражена такому вниманию. Не ожидала, что именно вот так она будет. Прекрасно, конечно. Игорь Башмаков встретил войну в 11 лет и помнит то сложное и тяжелое время для всей страны. Он прошел долгий путь к победе и знает, какой ценой она досталась. Поздравление главы Березовского района для него неожиданно приятное событие в канун празднования 9 мая. Я вот растерялся в таком виде. А как вы думаете, нужно именно вот так вот на домах, на дому поздравлять, сюрпризы вот такие делать? Ну, я думаю, что это каждому приятно так, получать такие сюрпризы. Вот. Или просто встреча на дому. Приедет, поздравит кто-то там, допустим. Конечно, это приятно. Так что я думаю, это хорошо. Вот у нас сегодня, вот сегодняшний день, это третье посещение наше, и вы видели своими глазами, насколько это приятно ветеранам. Когда именно руководство района, наши кадеты, молодые ребята, когда баян, это, я считаю, вдвойне приятно. Не когда они идут на какие-то мероприятия, а когда приходят к ним. И, знаете, вот та роль, которая мне отведена, это особенно ответственно и очень приятно. Вручение медали ордена победы в Великой Отечественной войне, вручение благодарственных писем губернатора Натальи Владимировны Комаровой, вручение подарков от губернатора нашего округа, от губернатора Тюменской области. Вот то, что мы всем миром собирали для наших ветеранов от имени Березовского района. В поздравлении Натальи Комаровой, губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры, ветеранов Березовского района, говорится, на расстоянии видно большее, спустя годы самое важное. Этим важным стала победа, ваша победа, победа ваших современников, а теперь наша победа. Юлия Диасамидзе, Владимир Чернышев, авторское телевидение Березово. В рамках реализации мероприятий по подготовке к празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне труженикам тыла, проживающим в поселке Березово, старались максимально уделить внимание. Людям, которые нуждаются в дополнительных мерах социальной поддержки, сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения вручали на дому адресные поздравления с Днем Победы совместно с воспитанниками коррекционной школы-интернат. Подарки в виде продуктовых наборов, хорошего подспорья их пенсионному бюджету и небольшого концерта рассказывает Юлия Макушина. К сожалению, не все ветераны смогли присутствовать на мероприятиях, посвященных 70-летию Победы, которые были организованы Комплексным центром социального обслуживания населения Альянс. Социальные работники приходят на помощь тем, кто уже дожил до пресловутого возраста стакана воды и кому необходима их помощь. Одно из основных направлений деятельности центра – предоставление необходимых услуг одиноко проживающим пожилым гражданам, полностью или частично утративших способность к самообслуживанию. Мария Павловна, здравствуйте! Здравствуйте! Для работников социально-реабилитационного отделения стало уже доброй традицией поздравлять на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, которые находятся на надомном обслуживании. Участники агитбригады рассказывали стихи о войне, пели любимые песни ветеранов, танцевали и вручали подарки. Дорогая Галина Александровна! Кто это? Это губернатор Ханты-Мансийского округа Наталья Владимировна Комарова. Комарова, да. Поздравляю вас с 70-летием, со дня победы в Великой Отечественной войне. Жилые люди, в свою очередь, были приятно удивлены такому вниманию и выразили много слов благодарности. Ой, отлично, ребята. Меня сколько раз поздравляли, но сегодня прямо исключительно. Очень хорошо. И дети радчивые, красивые. Забали хорошо, и пели хорошо. Все хорошо, все хорошо. Я был так довольна. Так меня порадовали. Больше всего волонтеров появляется в мае, в канун празднования Дня Победы. Они устраивают праздничные концерты и приезжают с подарками. Но работники центра оказывают помощь гражданам пожилого возраста и людям с ограниченными возможностями весь год. Привозят необходимые вещи, вывозят стариков на прогулку. А иногда просто достаточно выслушать и поддержать разговор. Ведь главное, чего не хватает подопечным, это общение. Мы поздравили тех тружеников тыла, которые не смогли прийти по состоянию здоровья на мероприятия, которые у нас состоялись. Поэтому я думаю, что мы сегодня им устроили небольшой праздник, оказали внимание, и они должны чувствовать, что мы постоянно... В рамках празднования Дня Победы в комплексном центре Альянс на базе реабилитационного отделения для тружеников тыла прошла торжественная программа о том, что дорого и свято. Здесь звучали слова благодарности за мирное небо над нашей головой и просто за то, что мы живем на этой планете. К великому сожалению, свидетелей страшных военных лет остается все меньше. Героический подвиг совершили в годы войны труженики тыла. Несмотря на имоверные трудности, делали все возможное для бесперебойного снабжения фронта продовольствием и одеждой. Все перенесли, все выдержали и дожили до Великого Дня Победы. На мероприятии прозвучали слова о том, что давно закончилась война. Но память жива и молодое поколение всегда будет помнить о том, какие качества советского народа помогли одарить врага. Это терпение, мужество, величайшая стойкость и любовь к Отечеству. Мы должны поздравить и не забыть каждого ветерана Великой Отечественной войны. Органы социальной защиты делают все возможное для того, чтобы улучшить жизнь наших дружинников тыла, вдох, узников, участников Великой Отечественной войны. Хотелось бы пожелать каждому ветерану благополучия, здоровья и самое главное – мирного неба над головой. В Игриме появилась еще одна аллея славы. Ее организовали работники детского сада «Березка» при помощи своих воспитанников и их родителей. Торжественное открытие состоялось накануне празднования 70-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. День Победы глазами дошкалят увидела наш Игримский корреспондент Оксана Дятлова. «Время от нас не укроет. Тех, кто боролся за нас и жил. Нет безымянных героев. Нет безымянных могил». Увековечить имена героев, которые выстояли и победили в самой кровопролитной за всю историю человечества войне, которые терпели лишения и жертвовали собой, без остатка отдавали все силы и сберегли Отечество. Вот главная задача каждого монумента, каждой аллеи славы. А для этих дошкалят это еще и родные лица, их далеких предков, которых, может быть, и не застали в живых, но много слышали об их тяжелой судьбе и их подвиге. Это аллея дань памяти близким, сотрудников детсада, родителей и детей. «Аллея славы, пусть умолкнет речь. Вы с фотографией смотрите живые. Читаем мы, как воевали. Где? Какой геройский прогресс совершили? Аллея славы, пусть стучат сердца, набатом бьются в трепетном волнении. И слышится нам тихое ура, летящее сквозь время поколений». Открытие аллеи началось с небольшого, но очень трогательного детского парада. В качестве гостей были приглашены труженицы тыла. Глава городского поселения Анатолий Затирко по достоинству оценил большую работу, проделанную коллективом детского учреждения. «Детский сад «Березка» во главе заведующей и ее коллектив сделали большое и доброе дело. Они взяли самое лучшее, что можно взять для того, чтобы вспомнить наших земляков, которые отдали свою жизнь за нас, которые после этого еще пришли с войны, получили ранения. И кто-то трудился на трудовом фронте. Я думаю, что вот такие мемориалы, которые здесь открыты сейчас, они должны быть в каждом детском садике и в каждом предприятии». Проект готовился примерно полтора года. Была проведена большая исследовательская работа, ведь многие даты, конкретные факты боевых действий теперь можно найти только в архивах. Надо сказать, что этот проект, поклонимся великим тем годам, здорово объединил родителей, детей и сотрудников детского сада. «Родители отнеслись очень положительно. Они выискивали материалы, они выходили на сайты, где могли найти данные о своих родных, о своих погибших, о которых даже не знали. Очень радовало то, что они с таким трепетом, они приносили мне эти материалы, мы их формировали, что-то писали, еще выискивали. И объединили, и вот все вместе, вместе с детьми, а дети с каким трепетом». Погода в этот день выдалась и ветреной, и холодной, поэтому праздник был продолжен в музыкальном зале. Здесь прозвучало много песен, стихотворений. Перед ребятами выступила Агриппина Бурла, прочитала свои авторские стихи. «Я прочитаю вам стихотворение о России. Можно? Можно? Можно. «Берегите Россию, чтобы сильной была, чтобы нас от беды в трудную часть сберегла. Ей неведомы страхи, и крепка ее сталь, и последней рубахи ей дедуга не жаль». В завершение от родителей сотрудников всем женщинам, пережившим те тяжелые года, были вручены цветы. А детки подарили им любимую песню их детства. «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я». Оксана Диатлова, Дмитрий Нитин, авторское телевидение «Березово» и «Гремово». Автопробег от здания полиции до мемориала памяти павшим в годы Великой Отечественной войны прошел в поселке Березово накануне 9 мая. Организаторами мероприятия выступила ОГИБДД, отдела Министерства внутренних дел России по Березовскому району. Подробности в нашем следующем материале. «Спасибо вам, что мы войны не знали. Бессмертный полк на Берлин. Скопление автомобилей с такими и не только надписями с элементами аэрографии на территории, прилегающей к зданию ОМВД России по Березовскому району, это была не совсем обычная картина первой половины дня накануне 9 мая. Для Андрея Птицына участие в автопробеге, посвященном 70-летию Победы, как дань памяти воевавшим на полях сражений». «У меня два деда воевало. Один даже на финской войне. Но сейчас уже нет живых обоих дедов. И у жены дед воевал». Идет построение в колонну с последующим ее сопровождением по центральным улицам городского поселения Березово, спецтранспортом ЕБДД и вневедомственной охраны. Пункт назначения – мемориальный комплекс памяти воинов, погибших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Здесь водители совместно с сотрудниками инспекции возложили цветы к вечному огню. «Мы тоже неравнодушны к данному мероприятию. Водители, чтобы обратили внимание, также были очень внимательны на дорогах в данное мероприятие, чтобы у нас и не было ни происшествий на дорогах, чтобы были внимательны очень к нашим детям, потому что стало тепло, они вышли на дорогу у нас. Ну и вообще мы тоже очень рады Дню Победы. Как бы ГАИ не в стороне всегда стоит, всегда мы в строю вместе со всеми, все праздники». Всего в акции приняли участие порядка десяти транспортных средств. Аналогичное мероприятие с патриотическим уклоном предварительно запланировано и на 22 июня в День памяти и скорби. Вячеслав Солезнев, Александр Елисеев, АТВ и Березово. В Березовской районной библиотеке прошел конкурс чтецов, посвященный 70-летию Победы Советского Народа и Великой Отечественной войне. Подробнее в сюжете Маргариты Красновой. «Каждый год в майские дни наш народ вспоминает грозные годы войны и чтит память павших героев. Березовские библиотекари совместно с начальной школой провели конкурс чтецов среди подрастающего поколения. Члены жюри оценивали артистичность и выразительность участников. Открыли праздник вокальная группа «Мелодия» с песней «Генерал». На праздник в качестве гостя пригласили Хамитову Музу Павловну, представителя старшего поколения, председателя глуполюбителей поэзии «На огонек». Она с большим удовольствием слушала ребят и затем поделилась своим опытом, выступив с поэтическим произведением. «Сорок трудный год. Омский госпиталь. Коридоры сухие и маркие. Шепчет старая нянечка, Господи, да чего же артисты маленькие. Мы шагаем палатами длинными, мы почти растворяемся в них с балалайками, с мандолинами и большими пачками книг. Что в программе? В программе чтения. Пара песен военных, правильных. Мы в палату тяжелораненых сходим с трепетом и по чтению». Все конкурсанты подошли к празднику очень ответственно. На импровизированной сцене звучали пронзительные строки о войне. Казалось, детским голосами говорит сама память тех далеких событий. «Не трогай, не трогай, не трогай, товарища моего. Ему предстоит дорога, высокий край огневой. Туда, где южные звезды сдаст, у снежных вершин горят. Где ветер ворли на их гнезды, он уносит все песни подряд. Там в бухте развернут парус, и парусник ждет гонца. Покою там не осталось, и нет тревога конца». «К этому празднику готовились, и тут подтверждение именно художественным словом. Это первое. Во-вторых, что они встретили с музой Павловной, очень поговорили. То есть она рассказала им стихотворение, прививая детям, наверное, память, чтобы не забывали, чтобы вечно помнили. И, конечно же, наша задача таких мероприятий как можно больше». По окончании мероприятия все участники получили грамоты. Почтили память о павших солдатах и во взрослой библиотеке. Люди старшего поколения и представители клуба любителей поэзии «На огонек». Они просматривали кадры о войне, вспоминали имена героев Великой Отечественной войны. Маргарита Краснова, Александр Елисеев, авторское телевидение «Березово». И к новостям спорта. В «Березово» уже стало доброй традицией в день победы 9 мая проводить финальное соревнование поселково-спартакиады среди коллективов и учреждений районного центра. Подробности смотрите в нашем следующем сюжете. Шесть команд – «Айболит», «Авиатор», «Меркурий», «Сибиряк», «Щитымеч» и «Юниор», представляющие большинство предприятий и учреждений районного центра, в течение более чем полугода, выступая в 16 видах спорта, пытаются в очередной, уже 11-й раз, а именно 11 лет проводится спартакиада, завоевать первое место в общем зачете этих состязаний. По сложившейся традиции, в канун Дня Победы на центральной площади поселка проводятся два заключительных этапа – легкотлетическая эстафета и перетягивание каната. Перед началом состязаний к участникам и болельщикам обратилась Наталья Красивина, заместитель главы городского поселения Березова. Вечная слава героям, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей страны. Светлая память о них навсегда будет жить в наших сердцах. Мы низко склоняем головы перед нашими ветеранами. Затем, после регистрации участников и разминки, команды вышли на старт эстафеты. Всего предстояло пробежать один километр, поделенный на шесть этапов – два женских и четыре мужских, от 100 до 300 метров. Первой на финишной прямой оказалась команда «Щит и меч», вторым стал коллектив «Сибиряк» и третье место у «Айболита». Ну а затем, после небольшого перерыва, команды решили выяснить отношения в исключительно мужской забаве – перетягивание каната. Здесь, вне конкуренции, были представители команды «Авиатор». Вторыми стали «Сибиряки» и на третьем опять «Айболит». Что не хватило вашей команде, чтобы… Что не хватило, но немножко веса не хватило. К следующему году маленько подровняемся, станем круглее и, наверное, займем первое место. Ну а так, в целом, в плане силовом, я считаю, что мы не уступили ни одной команде. Опять же говорю, немножко веса побольше. В общекомандном же зачете после выступления в 16 видах спорта по предварительным подчетам победителем поселковой «Спартакяды» стала команда «Сибиряк». Второе место – «Щит и меч» и на третьем – «Авиатор». Сергей Чупыра, Александр Елисеев. Авторское телевидение «Березово». Это вся информация на сегодня. В студии для вас работал Вячеслав Селезнев. Увидимся! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Молодые ребята С фотографией смотрят Их глаза дружбу света Как прежде хранят Каждый мог быть счастливым Каждый мог быть любимым Но остался мальчишкой Молодым навсегда Это просто война Это просто разлуга Это просто беда Да-да-да Что на землю пришла Это просто судьба Злая доля И мука Это просто война Что мальчишку нашла Это просто война Он отчизни доверил Все, что знал Восемнадцать Поцелуясь с любимой И родимую мать В ночь ушел на задание В жизни все не доделал Дом родной не построил Сына не воспитал Это просто война Это просто разлука Это просто беда Да-да-да Что на землю пришла Это просто судьба Злая доля И мука Это просто война Что мальчишку нашла Это просто война Перед боем невесте Написал он открытку Двадцать слов, как он любит И привет передал Слушай, маме скажи Что мне страшно не будет Я ни разу не струсил Друзей не предал Оборвались те строчки В поле снайперы девки Что напротив зеленки Притаились ветвя И одной пулей дурой Стало меньше винтовки И одним сыном русским Стало больше в сердцах Молодые ребята С фотографий смотрят А мальчишки живые С троем новым стоят Не забудем любимых Не забудем их Не забудем их Не забудем их взгляды Будем помнить солдат Это просто судьба Злая доля и мука Это просто война Что мальчишку нашла Это просто война Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok